11 животноводческих ферм возведено в Коми за два последних года. В рамках грантовой поддержки регионального министерства сельского хозяйства в этом году откроют еще 5 ферм в разных районах республики. Сегодня развитие конкурентноспособных сельскохозяйственных производств одно из приоритетных направлений работы правительства региона. Подробности у Александра Головины. Деревня Вылеп Карткировского района. Гордость этого вестечка с недавних времен – новая роботизированная ферма на 140 голов. Минимум человеческого фактора. Все процессы автоматизированы. Доярки больше не нужны. В штате всего два оператора – зоотехник и ветеринарный врач. Само все подключается, само все обрабатывается. Айрширская порода – одна из самых любимых хозяйственниками. Долго живут, непритязательны к условиям содержания, высокие показатели жира и белка в молоке. Роботы позволят увеличить объемы производства. Современный проект с беспривязным содержанием. Я потом уже работникам сказала – коровы привыкнут, лишь бы вы привыкли. Суперсовременная ферма обошлась в 69,3 миллионов рублей. Почти 50 из них из республиканского и местного бюджетов. В 2021 году с помощью грантов регионального минсельхоза в КОМИ также возведены пять животноводческих ферм. Три в Книжпогостском, Усть-Цилимском и Усть-Куломском районах. Сне зависимости от погоды, от настроения. То есть он выполняет свои функции. Сегодня развитие конкурентноспособных сельскохозяйственных производств – одно из приоритетных направлений государственной политики правительства КОМИ. Работа проводится по поручению главы республики. В рамках грантовой поддержки семейных ферм продолжают строительство и планируют к открытию в этом году еще пять животноводческих ферм. В Хабарихе Усть-Цилимского района, Кунибе Сысельского, Тимшире и Мы-Ёлдина Усть-Куломского и в селе Ласта Ижимского района.